Здравствуйте, соседи! Как известно, русская история непредсказуемая. Может быть, вся история непредсказуемая. Давайте поговорим сегодня об этом с нашим дорогим и редким гостем, редактором, вернее, издателем исторического журнала «Дилетант» и главным редактором «Вадья станции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Алексей Алексеевич, добрый вечер! Здравствуйте, Сергей Борисович! Скажите, пожалуйста, вот журнал «Дилетант» — я знаю эту фразу о том, что «Дилетанты» построили ковчег, а профессионалы — «Титаник». И все-таки к «Дилетанту» зубному врачу вы же не пойдете. Откуда такое вызывающее название журнала? Ну, смотрите, история — это наука, конечно же, это наука, где очень много белых пятен, очень много дыр. По разным причинам. Иногда эти дыры были естественны, что там было 5000 лет назад, прошла волна, все смыло, город сожгли, завоеватели всех увели. Иногда это цензура того или иного государства, которое использует как оружие уничтожение документов, искажение личности. То есть история как инструмент власти. Да, и мы поэтому не всегда хорошо знаем, а это наука, люди жили, тем не менее люди-то были. И поэтому, признавая свой дилетантизм, мы и создали этот журнал. Он научно-популярный, он семейный, он и богато иллюстрированный, он и для детей, и для детей 106 лет. Недавно получил письмо от академика Чубарьяна, говорит, у тебя там в номере на странице 76, там то-то. Я ему пишу. Уважаемый, дорогой друг, ты название журнала видел? Имеем право. Дилетант, да. Ну вот Вакунин сейчас историю российского государства. Очень хорошо пишет. Очень хорошо. Очень хорошо пишет. Но я знаю претензии к нему, что он такие источники не учел. 50 византийских не учел. Но это может закончиться искажением. А как Дюма чего не учел в истории с подвесками-то? Тем не менее, издается большим чаражом, чем даже школьные учебники истории. Это не важно. Важно ставить, у нас нет ответов, мы ставим вопросы. Как же так получилось? Говорим мы и дальше рассказываем тот или иной факт. Как же так получилось, что первым русским царем в летописных изданиях называют хана Батыя. Называют православные русские священники. Русский царь Батынь. Не Иван Грозный, не Иван Третий. А Батынь наш первый русский царь. Поэтому и последний номер, который показывал Чингисхане, это о русском царе. О русском императоре, наверное. Но скажите, Алексей Игоревич, я тут разлистнул перед началом. Умер ли Александр? Вы знаете, это всегда интересно. Как вы знаете, совсем недавно была вскрыта могила Александра Третьего. Для того, чтобы была атрибуция останков царской семьи. Николая. Николая Второго, поскольку он там отец Николая Второго. Дед царевича Алексея, чьи останки еще не атрибутированы формально. И значит вскрыли могилу. И была встреча с президентом Путином. Главные редактора про все, кто про Турцию, кто про Сирию. Я говорю, Владимир Владимирович, а давайте вскроем могилу Александра Первого. Он на меня так смотрит и говорит, тебе это зачем? Я говорю, ну интересно же, он умер, не умер, он лежит, не он лежит. А вдруг могила пустая? А он, вот давайте загадку с вами решим. Но коли вы Александра Третьего, он лично разрешал проводить вот эту историю. Вскрыли, и там хорошо царь сохранился, мумифицировался, но хорошо. Он допустим, он говорит, рановато. Я говорю, ну хорошо, я в следующий раз опять подниму вопрос, вот сейчас пользуюсь телевидением. Говорю, Владимир Владимирович, давайте вскроем могилу Александра Первого. Вдруг он как старец ушел в Сибирь. Раскроем глубочайшую загадку российской истории 19-го века, которая ни на что не влияет, кроме на наше понимание психологии того времени. То есть дилетант это некое собрание, история как приключение. В истории есть приключение, а какая история не есть приключение? Как можно собрать историю без приключения? Вы знаете, читая исторический роман, иной раз хочется его отбросить и взяться за учебник. Ну, собственно, я так и пришел к истории. Первую книгу, которую я прочитал в пять лет, в пять лет, это было «Три мушкетера». И после этого я полез, взял томик-энциклопедию, нашел буквы «Р» и стал считать, кто такой Ришелье. С этого все началось, мое увлечение историей, в мои пять лет, тому уже 55 лет назад. Вот история. Вершина исторической романистики для вас кто? Ну, Дюма остается, конечно. Дюма остается, конечно. Несмотря на... Несмотря на... Хорошо, а Ян? А Пикуй? Все читал, все читал. Ну, все это интересно. Ну, сколько раз я перечитывал «Три мушкетера» и сколько раз я перечитывал «Баты» и Яна? Ну, несравнимое количество просто. Вернемся к вашему визиту в Новгород. С чем он связан? Ну, во-первых, мы, когда делаем журнал, мы иногда с темой журнала в разных городах выступаем с так называемыми дилетантскими чтениями. Предлагаем приехать в город и рассказать о той или иной теме. Поскольку ордынцы, сейчас не принято говорить, татары, монголы, ордынцы, о чем мы и будем говорить, не дошли до Новгорода. Нам показалось, что очень интересно именно в Новгороде провести эти дилетантские чтения и рассказать, и подискутировать с публикой, со студентами в первую очередь, о том, все-таки ордынская ига, это что было? Это было благо для России или зло для России? По Гумилеву благо, по Чувелихину зло. Да, давайте мы подискутируем. И, собственно говоря, в этом была первоначальная мысль. Но в ходе уже поездки, которая на этой неделе была, ну, как обычно, туристический маршрут, мы дошли до памятника Тысячелетия Руси. Вот я купил такую маленькую брошюрку, начал ее проглядывать, и тогда понял, что надо делать журнал. История в том, что вокруг этого памятника было много историй, которые где-то разбросаны, где-то набросаны. И я подумал о том, что вот я знаю какие-то куски обсуждения. Ну, например, когда Александр Второй явился к Микершину посмотреть эскизы, он сказал, а где батюшка? То есть, Николай Павлович. Так на этом памятнике появился Николай Первый. Конечно, ничего он для России в то время не мог, даже его исторической роли не было, потому что он только-только ушел из жизни. Но вот таких историй, наверное, много. Ну, Иван Грозный. Да, почему нет Ивана Грозного, и почему четыре литовских князя, как русских князя, как людей, сделанных много для России. Великая Литва была. Ну, давайте про это поговорим, да. И там обращаю внимание, какая тема связывает Екатерину Вторую и Потемкину. За что там? Где они в центре? Она ему лавровый венок, а он ей жезл тавриды. За Крым. Современно звучит. Понимаете? И мы хотим это сделать. Но мы выяснили, да, что я этого не знал вообще, что перед тем, как фашисты вышибли из Новгорода, они успели разобрать памятник. Они хотели, видимо, его вывезти. Они его разобрали, раскрутили, ограду вывезли, фонари вывезли, а памятник был разобран, что-то сломано было. И он лежал там в снегу и остался. И не успели. Меликолепные фотографии, картины Куколин-Икс. Да, но только всего 4 фотографии там есть. Я абсолютно уверен, что в ваших архивах лежат многие фотографии. Их надо публиковать. И поэтому я думаю просить губернатора, чтобы он меня свел с директором архива вашего, разрешил моему сотруднику приехать и посмотреть, есть ли еще фотографии вот этого разобранного памятника. То есть история памятника не закончилась с тем, как его поставили и как его сделали. И вот моя поездка в Новгород обрела второй смысл. Первый смысл. Дилетантские чтения про Ордынское игорь, которое до вас добралось, но добралось через Александра Невского. Который вас первый порезал за перепись до Ивана Третьего, до Ивана Грозного. Его за это и выгнали. Вот. И второй раз выгнали. Вот. И вот это тоже надо рассказать. А второй раз мы попробуем. Попробуем, во-первых, зайти в московские федеральные архивы, получить стенограммы, но не стенограммы, записи споров, кто должен был быть изображен, кто не попал. Ведь кто не попал, интереснее тех, кто попал. Кого вычеркнули. Это же гораздо интереснее. И, конечно, 1944 год. Архивы. Эта история, повторяю. В Новгороде она, наверное, известна, в Москве неизвестна. Это я вам гарантирую. И, может быть, даже это будет центральной темой. Не странно. То есть, селете России, что ж, в Москве не знают эту память? Нет, я имею в виду, что в 1944 году он был разобран, потом собран. А знаете ли вы, что в советское время до ограды жители города Новгорода и туристы подходили, отвинчивали всякие гайки? 150 предметов отвинтили от памятника. 150 предметов отвинтили от памятника. Ну, может, не 150. 150 предметов. Ордена, сабля там исчезла суворовская. Извините меня, забыл у кого из художников. Палитру украли. У Брюлова. У Брюлова, конечно, палитру. Это вы знаете здесь. Я узнал сегодня. Я узнал сегодня. Должны узнать читатели моего журнала. И это очень важная история. Как вы относитесь к тому, что одним из проектов памятника была фигура освобожденного крестьянина? И тогда как раз были разговоры. Вот такой сиюминутный, но очень важный для России интересный, незабытый. То есть, мог так выглядеть этот монумент. А там же есть какой-то крестьянин, который держит шар? Это сибиряк считается. Сибирь как бы. Кем считается? Народом. Кем назовем, тем и будет. Понимаете, в истории так часто бывало. Но все-таки вот единый монумент, вот крестьянин, пронзенный или что-то в этом роде. Или нужно было иллюстративно набирать вот так. Смотрите, это же самое интересное, это как отбирали людей. Самое интересное, что это было в царстве Александра Второго. А интересно, если бы памятник ставился в царстве Николая Первого. Какие люди оттуда бы исчезли, какие добавились? Так это же интересно. Сейчас проводят опросы и говорят, ну а добавить, кого добавить в 20 веке? Гагарина. И тут начинается. Ну, Гагарин это бесспорно, я хочу посмотреть, кто из людей скажет, что... Нет, Сталин будут споры, а Гагарин будет бесспорно. Я вообще считаю... Кстати, когда было обсуждение в Кремле о том, какой праздник вместо 7 ноября сделать, я говорил, ребята, давайте сделаем 12 апреля. Это национальный праздник такой же, как 9 мая. Нет ни одного человека, ну, может быть, какие-нибудь там люди без памяти, да, но их вообще можно пренебречь их мнением, да, потому что Сталин разделит, Ленин разделит, да. А вот что такое 4 ноября, я говорю, придуманная дата. Ну, она правда придуманная. Ну, польская. Ну, она придуманная, да. Ничего не случилось 4 ноября. А вот 12 апреля кто вообще будет возражать? Ну, нет, нам нужно близко к 7 ноября, народ привык, народ привык, как говорил Исафьевич Сурков, народ привык в ноябре бухать, а вот 4 вместо 7. Да, я вам прости, Господи. А я говорю, что до полета Гагарина 12 апреля отмечали День художника. Нет. А потом забыли об этом моментально, потому что одно событие... Можно все праздники на 12 апреля, это дата, знаете, химически чистая для всего мира. Химически чистая. Ну, хорошо, 4 октября, первый спутник. Химически чистая дата, как 9 мая. Химически чистая дата. Ну, прекратите. Но 9 уже нет, потому что там 8, тут 9. Ну, я бы 2 дня... Слушайте, если мы 1-2 мая праздновали, почему 8-9 нельзя праздновать? Это не принципиально. Алексей Ильич, ну, вот все-таки ваш визит сегодня в Новгород, вот эта тема. Действительно, Русь, это вот батый, ну, в смысле, монгольская, благо... Как вы сами... Ордынская. Ордынская, Ордынская, да. Как вы сами к этому относитесь? Почему? Как вы думаете? Ну, вот что действительно Русь и Ордынцы? Смотрите, мы были частью Орды. Самое главное, чтобы вы понимали, что в последующем походе, после Киевского в Европу, русские снизья со своими дружинами участвовали в монгольском войске, как партнеры, вассалы. Это угрожали Вене уже? Да, 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 это 1242-й, 43-й, 44-й, мы стали частью большой империи, причем отдаленной частью. Той, по которой Александр Евгеньевский ехал 4 года и был покорен. Все уже забыли, что когда гнали рабов в Каракарум, ну, рабов полоненных, назовите на таком, они шли пешком. Представляете, отсюда, отсюда, от вас, ну, не от вас чуть южнее, пешком в Монголию. Сколько князья ездили за ярлыками, если Батый не хотел давать его сына, они ездили жаловаться в Каракарум, в Монголию, которого города сейчас нет, он стерст лица земли, кстати, про империи. Кстати, про империи. Кстати, про империи, но ездили, и вот мы были отдаленные провинции, знаете, вот если взять Рим, мы были там, прости, господи, Сирией. Самой крайней провинцией, куда наместников ссылали, да, вот сирийским наместником, да, господи, боже мой, жена, дети не простят, я покинул Рим в какую-то глухомань, в какую-то, прости меня, где там, как там этот самый, русский писал, как там в Сирии, все еще воюют, вот абсолютно, вот мы были такой провинцией, да, и, конечно, огромное разорение было. Самое главное, что сделало вот это завоевание, оно снесло целый слой городского населения, ремесленников, они все были угнаны, либо на Волгу, либо в Каракарум, то есть города обезлюдили, и многие ремесла, которые были, особенно ювелирные, там, перегородчатые эмальны, они исчезают, потому что все эти ремесленники там, у великого хана, и города пустые, и вот это, конечно, меня интересует больше политическая культура, которую Орда принесла в московское хан. Ну, смотрите, политическая культура, надо признать, что мои князья, московские, да, я москвич, северо-восточная Русь, она еще до Орды стремилась к единовластию, с Андрея Боголюбского, который тоже ходил, тут резал налево-направо, с Юрия Долгорукого, да, и поэтому им понравилась такая система управления, и именно следствием этого и был захват Иваном Третьим, сначала Новгородский, один поход, Иваном Четвертым, другой. На этой трагической ноте мы на секунду прервемся, чтобы нам выполнить необходимые обязательства по рекламному блоку. За шубой на новоторжскую ярмарку в диалог с 25 по 28 октября. В мебельном салоне торгового дома «Нехинский» обновление ассортимента. Действуют сезонные скидки и предложения. Улица Нехинская, 24, телефон 948-408, мебельный салон «Фокстрот». А в «Перекрестке» рядом с вами шоколад «Альпенгольд» в ассортименте по 36,90. Сиди. Я пойду. «Перекресток» – ничего себе цена! Людей так много, и мы все такие разные. Жизнерадостные, заботливые, деловые. Но все мы без исключения любим комфорт. Три семерки. Три шестерки. Такси для каждого. Международный театральный фестиваль Достоевского представляет «Записки из подполья». Спектакль театра «Теомай» Вильнюс, Литва. 10 ноября на сцене Новгородской филармонии. Человек только свое горе любит считать, а счастье своего не считает. Значит, вот Андрей Боголюбский. Резня. Москвичам понравилась вот эта система. Северо-восточных князьям. Смотрите, неважно, московские, тверские, Сундельские, Владимирские. Новгород раздражал. Собственно говоря, если сравнить с Европой, это все равно, что, значит, сидел там, я не знаю, с одной стороны император Священной Римской империи, с другой стороны Папа Римский, а здесь Гену и Флоренция. Гену и Флоренция, что-нибудь еще. Венеция. Они все, их потом, значит, поглощали в конечном итоге вот эти автократоры. Вот Москва, Северо-Восточная Русь, Москва, она стала такой автократической державой. Конечно, копировали. Ну, политическая культура, безусловно, остается. И надо признать, что она действует, потому что правители считают, что она эффективна. Она эффективна. Вот это все парламенты, крикуны, кидание ботинками. Алексей Алексеевич, ну что же, парламенты, крикуны, я излагаю вам взгляд автократов. А, я понял. Вы же меня про это спросили. Я испугался. Не-не, поэтому, да, в России есть такой, как принято говорить в кавычках, якобы культурный код. Это код единоничной власти, доверия верховной власти, сакрализации верховной власти. Он священный. Он не избывен? Нет, он избывен, безусловно, потому что новое обстоятельство, скажем, цифра, да, я имею в виду интернет, она разрушает сакральный взгляд на правителя. Что такое тайна по Достоевскому? Чудо, тайна авторитета. Никакое. Тайны нет, чудо нет. Чудо еще можно возложением рук что-нибудь поправить, на мой взгляд. Но это очень интересно. И на самом деле, ведь Чингис, когда мы делали промматериал, мы увидели, что он, конечно, был абсолютным автократером, но он действовал в рамках так называемой военной демократии. ЕСА, закон, степи. Да, ЕСА. Причем ЕСА, законность империи, распространялась только на монголов. Провинция Чингисхановой Руси, Русь, да, провинция Чингисхановой империи. Между вами живите по своей, по русской правде. Ты не отменил же, да. Но если возникает монгольская сторона, если между, условно говоря, русским и ордынцем, хотя мы тоже ордынцы были, в тот же момент, когда мы были включены в систему, мы стали ордынцами. Мы. Я же сказал, мы, а не вы. Да. Нет. А вы тоже дань платили. Вас переписали с помощью Александра Невского. Ну, лучше деньгами, чем... Ну, да, это правда. Да, в этом смысле, конечно, новгородской земле и повезло, и не повезло, потому что... Судьба Польши. Нет, смотрите, когда сравнивают по жестокости поход монголов в 13 веке и Ивана Грозного в 16 веке, когда он своих подданных вас резал, монголы были... Монголы резали по правилам. Не сопротивлялись. Как Новгород Ивана Грозного. Заложники, аманаты, десятина, все, и пошли вон. И вот ваш князь, бери свой ярлык и присылай серебро, и все, иди отсюда. Послов не тронули. Все, а тронули. Это закон. Это был закон. При Иване Грозном, при московском государе закона не было. Вот Иван Грозный вас не любил, зато вас Борис Годунов любил. Да? Бориску на царство. Нет, я смотрел сегодня в соборе Святой Софии подарки, которые делал Борис Годунов. А знаете почему? Он извинялся за поход Грозного. Он же был среди тех, которые. И это было его внутренне. Он на самом деле был человеком гораздо более тонким, изворотливым. Скажите, идет в тот момент, я имею ввиду 15-16, частично 17-й год, когда две крупнейшие державы, Московское государство и Великое княжество Литовское, притирают границы. Но отложились бы Казимиру. Отложились бы Казимиру. Боюсь, что началась насильственная катализация. Через какое-то время. Государь принял, Игайло принял католичество и обязал своих подданных перекреститься или во всяком случае исполнять обряды. И, конечно, когда столкнулись с Москвой, история такая девка, такая вздорная, наглая, знаете, уличная бы сказала. Знаете ли вы, что Богдан Хмельницкий, которого Микешин ставил в Киеве, участвовал в походе польского войска на Смоленск? С молодцым пацаном. И вот история сделала такой из трех пальцев. И затем он, глава Украины, которая приводит Украину к России. Все-таки и случайность бывает, но она перемалывается или укладывается все равно в общий. Вы знаете, в истории, все-таки в отличие от физики, от законной физики, действуют люди, я уверен, наделенные свободой воли. Мы с вами наделены свободой воли. И мы с вами наделены, скажем, для своей семьи для своей семьи менять будущее, исходя из каких-то семиминутных решений. И народы то же самое. И императоры, и люди самодержавные, тем более. Тем более. Но мы знаем легенду, еще быстрее, да, можно. Мы знаем легенду, как Владимир Красное Солнышко, выбирая между иудаизмом, исламом, буддизмом и христианством, выбрал, вот ему вот... Вот на Руси есть веселье пить. Да, 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 невозможно. И это может быть легенда, но эта легенда на чем-то основана. Это значит, вот что-то в этом быть. Это не случайно. Случайно и не случайно. Понятно. Значит, что еще вот вы в Новгороде, помимо этого? Слушайте, я один день вам мало. Дилетантские, я сегодня, значит, пообходил, ну, Кремль, соответственно, Белую башню, которую я раньше не видел, да, она только открылась. А вы сколько раз в Новгороде были? Второй я сегодня. Ну, современное второе, я школьные годы не считаю, да? В прошлом году я был один день. А, когда вы с губернатором так мило беседовали? Мы так опять с губернатором мило беседовали. Наверное, у вас есть действительно шанс привлечь его внимание к журналу и так далее? Да не к журналу, к архиву. К архиву. Да к архиву. Музей вам надо, музей. Да, 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 архивы мне, наверное, музей... Нет, 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 в архивах, как говорится, ничего нет, здесь была война. Это... Нет, подождите, но хорошо в послевоенные архивы. Пока его восстановили в музей. Слушайте, порыщем. Вот. И еще я поеду в Антониев монастырь смотреть. Что-то там еще. Мне говорят, что там здорово. Я говорю, я вообще не знаю, что это такое. Я же дилетант. Это ты посмотри. Беседую с Андреем Сергеевичем, я говорю, слушай, вот полдня Кремль я понимаю, что мне хорошо показали, чтобы я понял. Папа Никому не говорили, потому что я еще не подозревал, что вот случайность. Просто солнце упало так, знаете, на Екатерину и Потемкина. Ну, что же я раньше, дурак, не замечал, что это за Крым. Что вот эта сцена, это они попали на памятник, Елизаветы нет. Елизавета Петровна, Черри, Петра, 20 лет на трону. Нету на памятнике. А Екатерина там и Потемкин вместе за Крым. Я говорю, ну, ни хрена себе. А может за деревни? Нет, он протягивает ей штандарт тавриды. Ну, помню, Потемкинские деревни. А это уже не важно. Это как историки напишут и как в бронзе отольет Микешин. Вот. И вот Антоний, он говорит, вот давай туда. Я говорю, я вообще не знаю, что это такое. Извини. Он говорит, давай, давай, ты увидишь, как мы это делаем. Вообще Андрей, я же его знаю, как парня там из города Мясы. Андрей Сергеевич? Да, Андрей Сергеевич. Наш губернатор. Мясы, да. Мясы. Мясы. Он из Мяс. Ну, он еще московский. Я его знаю в Москве. Что тебе Новгород? Он говорит, ты себе не представляешь, как здесь все домонгольское. Я говорю, ни хрена себе дожили губернаторы. Он очень всю эту штуку увлечен. Я уж не знаю там про дороги, извините, и про все. Скажите ему при случае, что у нас есть домонгольские памяти, которые требуют немедленной реставрации. Я думаю, вы сами сейчас можете сказать, он будет это смотреть. Но вас-то вам послушают больше. Не исключено. Если вы на ты. Да. У вас осталась минута. Что вы можете сказать новгородскому зрителю, нашим соседям? Изучайте историю или что-нибудь в этом роде. Обычно благодарят еще городской административе. Да, нет. Я хочу сказать, что у вас огромное богатство под ногами. Поверьте мне, что жители ходят, не замечая этого богатства. Как всегда, я в Москве мало чего знаю. Мои друзья, которые приезжают в Москву, расскажут мне про него больше. Я думаю, у вас то же самое. Своих детей, любви к городу, любви к земле. Это не пафос. Это знание истории, знание, что вы старше Москвы. Что вы уж точно старше Петербурга. Это не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы знать, что оно есть. Это ваше богатство. Не только берегите его, но пользуйтесь им. Мне кажется, это очень важно. История – это наука, которая делает человека гражданином. Так? Так. Так говорил учитель Мельников. Есть еще другой термин. Великого Ключевского. История не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но строго наказывает за незнание уроков. Прекрасные слова. Закончим нашу программу. Дорогие соседи, спасибо за внимание. Я лично давно вот такой оживленной и умной беседы не испытывал. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Увидимся еще. Бог даст. Субтитры создавал DimaTorzok Адми 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 Ад